Всем привет! Хотел бы показать видео по поводу блендера. Вот такой вот у меня блендер попал ко мне. В общем, он не рабочий, есть люди ремонтируют. Но я этого не буду делать, я просто покажу, я его разберу, из чего он состоит внутри, кому может быть интересно. Есть люди вообще ремонтируют. Здесь его подрезают ножиком аккуратно, очень долго мучаются, снимают потом внутреннюю часть. Там такая плата внутри. Бывают на ней резисторы, диоды. В общем, всякая ерунда перегорает. Перепаивают, потом обратно заклеивают на эпоксидку и собирают. Но это трудоемкий процесс, я такого делать не буду. Просто покажу, что внутри. Начнем крышку вот так вот снимем. Наши скоростя, наша крышка. Здесь отсоединяется все тоже несложно. Раз. Тут у нас разъемчик. Далее отключим этот разъемчик. Вот у нас выпало. Раз. И этот разъем у нас тоже вынимается. Сейчас мы его извлечем. Я покажу. Так, в общем, вот этот разъем у нас, он отключается. Там плата под низом. И он легко снимается. Но в моем случае он то ли прикипел, я ничего сделать не могу. В общем, я тебе буду показывать, как я его вскрою. А вскрою я его банально. Разрежу его. Достанем моторчик и посмотрим на плату, на моторчик изнутри. Так, вот что вы получили после разреза корпуса данного блендера. Вот я его разделил. Все прокру. Сделал разрез. И вот что мы получаем. Раз. Вот он наш моторчик. Тут естественно у нас все в саже. Что оно работало. Внутри мы видим плату. Я тоже сейчас попытаюсь извлечь. В принципе, после разбора, если что-то проблема с платой, мы бы могли бы его потом и собрать. Просто на эпоксидную смогу посадить вот здесь. Ну, единственное, шовчик остался бы не совсем аккуратный. Можно было на эпоксидку собрать, но я его ремонтировать не буду. Он мне не нужен. Поэтому просто покажу. Вот такая плата. Сейчас я ее тоже попытаюсь извлечь. Так вот, продолжим. Чтобы все-таки мне достать плату, мне пришлось все-таки разъем удалить. Это сделал я вот так. Вот он вынимается. Видите, плата у нас находится. Теперь эту плату я извлекаю. Вот она наша плата. Вот из чего состоит наш блендер. Такой платы. Кнопка турбо. Кнопка режимная, которая переключения скоростей. Вот такая плата с этой стороны. Причина поломки этого блендера не совсем понятно. Видимых повреждений платы нет. Скорее всего тут проблема с двигателем. Потому что черные обмотки. Туда, скорее всего, сажа попала. Но, скорее всего, коротнуло. Вот такое вот видео. Всем, кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем до свидания. Всем спасибо.